В день без автомобиля стоп-сигнал своему железному коню покажут многие автовладельцы. К международной акции белорусы присоединились еще 7 лет назад. Своего рода забота об экологии и экономии для кошелька. Рецепт спасения и бережливости решил взять на вооружение и наш герой. Накануне акции мы провели необычный разгрузочный день вместе с лидером группы Эки Воки Александром Сухаревым. Он не раздумывая оставляет свое авто около дома. Ну что ж, а я, наверное, сегодня поддержу акцию автомобилистов «День без автомобиля» и с большим удовольствием пройдусь на работу пешком. И также решительно отправляется вместе с нами пешим кодом на работу. Для Александра прогуливаться на своих двоих хорошая тренировка. На его личном спидометре не один десяток вечерних прогулок с сыном, а еще один день без авто – прекрасная подготовка к пешему концертному туру. Мне пришла идея, почему бы не появляться по Беларуси с песней. И я поделился своей идеей со своими друзьями. Они меня поддержали. Я стартую из Минска, иду в Солигорск. Это порядка около 200 километров. По дороге я буду заходить в города, делать концерты. Кстати, как признался Александр, эту акцию старается поддерживать из года в год. Говорит, если не автомобиль, то… То есть наземного транспорта я, наверное, предпочитаю автобус. Объясню, почему. Трамвай привязан к рельсам, троллейбус привязан своими рогами к электропроводам, а автобус, он все-таки более свободен. В день без автомобиля прокатиться в том же автобусе можно будет совершенно бесплатно, всего лишь предъявив права и техпаспорт. А передвигаться на своих двоих куда выгоднее. Ни тебе пробок, ни тебе опозданий. На ногу никто не наступит, и день никто не испортит. Да и для здоровья только плюс. Виктория Ходосок и Алексей Ершевич также охотно присоединились к Международному дню без автомобиля.